Подписать цифровые документы казахстанцы теперь могут посредством QR-кода. При помощи штрихового кода можно также зайти на сайт электронного правительства в браузере, используя только свой смартфон. Больше нет необходимости постоянно иметь при себе флешку с ЭЦП-подписью и устанавливать на компьютер NCU-layer. Если говорить о том, где уже это реализовано, это, как я отмечала, по порталу электронного правительства. Можно получать электронные услуги также в судебном кабинете и на сайте отбаса банк. В целом, работа по расширению сферы применения QR-подписания продолжается. К примеру, мы сейчас идем работу совместно с НПФ, также прорабатываем с Министерством труда по реализации этого механизма, к примеру, на индектизе. Механизм QR-подписания уже пользуется популярностью у казахстанцев. Так, в судебном кабинете при помощи системы QR уже подали 7000 заявлений, а на сайте отбаса банка – 4000. Для того, чтобы понять, как работает новая функция, достаточно открыть сайт электронного правительства. Через него можно зайти в свой аккаунт и выбрать вход по QR. Затем в своем смартфоне открыть приложение YouGov Mobile, кликнуть в него и выбрать функцию YouGov QR, навести камеру своего телефона на QR-код и подождать несколько секунд. По словам специалистов, система соответствует всем требованиям информационной безопасности. IT-специалисты говорят, QR-подписание – довольно популярная услуга в мире. Главное – знать, на что не стоит наводить камеру своего смартфона. Сама система довольно-таки безопасна, если пользоваться ей от проверенных источников или проверенных компаний. А так система довольно-таки опасна, если пользоваться из каких-нибудь анонимных мест или где-то на улице, к примеру, сканировать QR, то можно подхватить какой-нибудь вирусный телефон или нежелательное уведомление. В Минцифру отмечают, что подписание документов с помощью QR-кода – это альтернативный метод, который работает наряду с электронной цифровой подписью. Граждане сами выбирают, чем им удобнее пользоваться. Анастасия Новикова, Абзал Троябеков, информационная служба телекомпании «Утрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова